Ирина Пивоварова. О чём думает моя голова? Если вы думаете, что я учусь хорошо, вы ошибаетесь. Я учусь неважно. Все считают, что я способная, но ленивая. Я не знаю, я способная или не способная, но я точно знаю, что я не ленивая. Я по три часа сижу над задачами. Вот, например, сейчас я изо всех сил пытаюсь решить эту задачу, а она не решается. Я говорю маме. Мам, а у меня задача не получается. Не ленись, говорит мама. Подумай хорошенько, и всё получится. Только хорошенько подумай. И ушла по делам. А я беру себе ими руками за свою голову и говорю. Думай, голова, думай хорошенько. Из пункта А в пункт Б вышли два пешехода. Голова, ты почему не думаешь? Ну думай, голова, пожалуйста. Что тебе этого стоит? За окном плывёт облачко. Она лёгкая, как пух. Оно остановилось. Нет, плывёт дальше. Голова, о чём ты думаешь? Как тебе не стыдно? Из пункта А в пункт Б вышли два пешехода. Люська, наверное, тоже вышла. Она уже гуляет. Но если бы она подошла ко мне первая, я бы её, конечно же, простила. Но она подойдёт, такая вредина. Из пункта А в пункт Б. Нет, она не подойдёт. Наоборот, возьмёт под руку Лену, и они вместе будут шептаться. А потом она ей скажет. Лен, пошли ко мне, у меня что-то есть. И они вместе сядут на подоконник и будут смеяться и грызть семечки. Из пункта А в пункт Б вышли два пешехода. А я что сделаю? А я тогда позову Колю, Петьку и Павлика и гореть в лапту. А она что сделает? Ага! А она тогда включит пластинку три толстяка. Да так громко, что Коля, Петька и Павлик побегут её просить, чтобы она им дала послушать. Сто раз слушали. Всё им мало. И тогда они закроют окно и будут вместе слушать эту музыку. Из пункта А в пункт, в пункт. А тогда восьмую запыльнуем чем-нибудь прямо в её окно. Стекло дзынь и разлетится в разные стороны. Пусть знает. Так, я уже устала думать. Думай, не думай, задача не получается. Ну просто ужас, какая задача трудная. Вот погуляй немножко и снова стану думать. Я закрыла задачник и выглянула в окно. Во дворе стояла одна Люська. Она играла в классики. Я вышла во двор, села на лавочку. Люся на меня даже не посмотрела. Серёжка, Питька, закричала сразу Люся. Идёмте в лапту играть. Братья Кармановы выглянули в окно. У нас горло, сказали оба брата. Нас не пустят. Лена, Лен, выходи. Вместо Лены выглянула и бабушка. И погрозила Люське пальцем. Павлик! В окне никто не появился. Питька! Насаживалась Люська. Девочка, ну что ты орёшь? Высунулась из форточки чья-то голова. Больному человеку отдохнуть не дают. Покоя от вас нету. И голова всунулась обратно в форточку. Люська посмотрела на меня и покраснела, как рак. Она подёргала себя за косичку, высунула нитку из рукава, посмотрела на дерево и сказала, «Люсь, давай в классики». «Давай», сказала я. Мы попрыгали в классики, и я пошла домой решать свою задачу. Только я села за стол, пришла мама. «Ну как задача?» Не получается. Но ведь ты уже на ней два часа сидишь. Это просто ужас, что такое. Задают детям какие-то головоломки. Ладно, показывай свою задачу. Может, у меня что-то получится. Я всё-таки институт кончила. Так, из пункта А в пункт Б вышли два пешехода. Постой, постой. Так ведь вы эту задачу в прошлый раз вместе с папой решили. Я это прекрасно помню. «Ой, правда», сказала я. «Неужели?» «Это же сорок пятая задача. А нам сорок шестую задавали». «Это возмутительно», сказала мама. «Это безобразие. Где твоя голова? И о чём она только думает?» «Ой, о чём она только думает?» «Ой, я иду». «Очень она июля».»